Ой, молодой человек, а я вас и знала. Вы что ли Никита Суханов? Ведущий передачи по районам, что ли? Да, а вы кто? А я Саша, я ваша новая соведущая. Я сегодня собираюсь с вами провести этот день в Хоринске. Так, а вы что, блогер? Да. А у вас подписчики есть? Ну, имеется немножечко. Юмор, веселье? Все присутствует, полный комплект, просто полная комплектация. Ну, хорошо, тогда ладно, вы в нашей команде, но сейчас для начала нужно бодро поприветствовать наших зрителей. Окей, поворачиваемся. Поворачиваемся. Всем привет, это программа по районам, и сегодня мы в Хоринском районе. Да, с вами Саша и Никита. И Никита. Да, ну, неплохо, смотри. Ты видела, какая красота? Да, я видела, какая красота. Это просто божественная, шикарная, я бы сказала, 33-метровый лик. Это Будышек Емуни на горе Баянхангор, близ села Баингол. Ну, видите, как Александра хорошо подготовилась. Да, у меня тоже есть, кстати, информация, я тоже подготовился. Представляете, это самое высокое изображение Будды в России и девятое место в мире. Представляете, возле какого величественного изображения мы сейчас стоим? Да, и представляете, это только начало, я уже не знаю, что нас ждет дальше, поэтому давайте скорее приступать. Ну что, погнали! Погнали! Хоринский район Хоринский район образован в 23-м году прошлого века в числе первых административных единиц в Бурят-Монгольской АССР. Однако первые упоминания об этих землях датируются аж 300 лет назад. Представляете, какая богатая история у этих мест? Здесь вы можете увидеть живописные горные хребты, а также их разветвление и межгорные долины. Рядом с ними степи, могучие и почти бескрайние. Особый воздух, атмосфера умиротворения, добрые и улыбчивые люди. Все это Хоринский район. Рядом с 33-метровой скульптурой есть на первый взгляд не очень заметная лестница. Рекомендую вам подняться по ней. Вы только посмотрите, какая здесь нереальная красота. И так высоко, аж дух захватывает. Вау! Одна из визитных карточек района – это, конечно же, один из старейших датсанов России – Анинский, основанный в 1795 году. Раньше он был центром религии, образования, книгопечатания, иконописи, графики, театрального искусства вплоть до советского разрушения в 1930-х годах. Убийство Екатерины II, почему он оказался в Анинском датсане, Екатерина Великая, в 1764 году утверждает институт Бандида Хамбала. То есть это утверждение института, откуда начинается очень такая добрая и светлая история буддизма в России. Вот поэтому бюст Екатерины была подарена самой лично императрицей. Это было в Зимнем дворце, когда первый пандида Хамбалама, там это же Заяев, вместе со своими земляками, то есть его сопровождал тогда наш главный Тайшахоринский бурят Ирин Цейшадоев, это второй Тайшахоринский бурят. Этот бюст попадает в руки нашему Тайшу. В последующем, после реставрации нашего памятника Сакчиндугана, мы его торжественно поставили на то место, в западном алтаре, который была посвящена Романову. Более подробно можно, конечно, узнать здесь все основные листы нашей истории Анинского дацана с самого начала и до сегодняшнего дня. И очень много предстоит нам сделать в будущем. Вот уже 30 лет ведется его восстановление. Цокчиндугану дацана присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Ребят, мы сейчас побывали в детском юношеском центре дополнительного образования и, если честно, мы в шоках, как говорит Саша. В восторге, в шоках. В шоках, да. Потому что, посмотрите, это все мы увидели здесь. Но я даже не знаю, с чего начать. Давайте, наверное, с шоу юных барабанщиц. Раз, два, три. Раз, два, три. Девчонки прямо все очень так сконцентрированы. Все так все делают в такте. Как единый механизм. И они реально так прямо живут этим делом. И я такой, вот это Хоринский район. Кружок лазерного гравера. Посмотрите, это дети сами вот все сначала программируют. Маленькие детальки у них получаются. Они потом все это склеивают. Вот это как-то что-то делают, представляешь? И вот они вот так вот это все шевелятся. На самом деле мы посмотрели в реале, как это все устроено. Как выглядит эта кухня изнутри. Это очень сложно. Но на самом деле меня очень радует, что вот дети занимаются подобным. Они где-то вот гуляют. Что вы думаете? Это просто бумажная какая-то хлопушечка? Это настоящая ракета. Здесь нет двигателя, но ее можно запустить. То есть она действительно летает на 100 метров. А после этого? А после этого она на парашютике. Подожди, я хочу сделать красиво. Давай. Она вот так вот. И улетит. На самом деле это смотрится как будто бы даже как-то игрушечно. Как будто бы даже несерьезно. Но это все работает. Это все летает. Потом обратно куда-то приземляется. Запускается. Мы с Никитой в шоках. Ну что мы еще сегодня видели? Ну робототехника. Ребята такие скрупулезные. Такие все. Даже знаешь, у них не было времени с нами разговаривать. Они просто в своих за день таких каких-то роботов построили. У них они там на звук отзываются. Самое главное, мне кажется, очень важно, что здесь именно дети все пристроены и заняты делом. И делом причем любимым. То есть у ребят просто нет даже желания. Как-то просто бесполезно проводить свое время. Это на самом деле очень здорово. Еще, кстати, мы посмотрели, как делают куколок. Посмотрите, какие они такие все симпатичные. Прямо в сувенир идеально. Такие славненькие. Целая команда у них есть. Человек, который вот из дерева сначала в само тело. Вырезает основание, туловище, голову. Потом еще другой человек является художником. Рисует глазки, рисует бровки, носик. А потом еще это все шьется. Костюмчики, платьюшки. Там у них какие-то вусики, какие-то страсти. Там прям маленькие такие элементы разные. Мы очень сильно удивлены. И, конечно же, во-вторых, мы просто в бешеном восторге. В шагах, как бы сказал Саша. Я действительно первый раз вижу такое. И меня, еще раз повторюсь, очень радует то, что дети здесь действительно живут такой насыщенной жизнью. Очень интересно проводят время. Очень полезно, я бы даже сказала. Да, это вот прямо респект, респект. Какое-то вот бурятское Сколково, не побоюсь этого слова. Да, понятно. Нам пора дальше. Там еще интереснее, честно говоря. Погнали. Саша. Не везу там. Ты что-то пока не ответственно относишься к съемкам. Ну, смотри, Саша, ты смотрела вообще предыдущие какие-то серии? Если честно, каюсь, но нет. На самом деле, нас ожидает всегда испытание с ведущей народным ансамблем казачьей песни. Угу. И... Не пугай меня. И в Хоринском районе нас ожидает народный ансамбль казачьей песни «Вольница». Отлично, отлично. Тебе нужно будет им помочь в танце. Хорошо, я готова. Тогда ты будешь выпархивать в этой кепке. Хорошо, ты согласен? Так, ты готова? Я готова, готова. Я вообще всегда заряжена. Все. Вроде готова. Круто. Круто. Мы находимся в Хоринском районе Историко-Реревическом музее. Сейчас мы перед нашим уникальным экспонатом – картина Солбона Ренчинова «Хождение Хорибуря к царю Петру Великому». На картине изображены представители 11 хоринских родов. Они пришли к царю Петру Первому на прием. И Петр Первый издал указ, в котором повелел закрепить за ними определенные территории и братские народы не обижать. Изображены представители от каждого рода в главе с Баданом Туракеном. Он стоит впереди из Галзутского рода. С ними в делегации была одна женщина – шаманка. Вот она на обратном пути умерла и похоронена на станции «Зима» Иркутской области. Также на картине изображен Галавин. И вот как раз он помог делегатам добиться аудиенции у Петра. В Хоринском районе все буквально пропитано любовью к родине. Местные жители прославляют и делают поистине уникальными эти места. Ах, Хоринский район! Ты такой большой, такой необъятный и такой душевный! Итак, мы сейчас находимся возле мемориального комплекса. Ты знаешь, в чем его уникальность? Нет, расскажи мне. Видишь там Керчь, Одесса, Новороссийск. Это, в общем, 13 плит, это 13 городов-героев. Я все правильно понимаю. Рядом с этими плитами лежат капсулы с землей с этих городов. Соответственно, представляешь, какая титаническая работа была проделана, чтобы, допустим, там, связаться с Новороссийском. То есть привезти из 13 городов-героев к землю, из каждого города и остались здесь. Да, ты смотришь на это все и понимаешь, такое масштабное событие. Сильная дань, да, все-таки нашей победе. Да, очень патриотические чувства просыпаются. Итак, сейчас мы будем беседовать с нашим юным героем Луцаном Цибиковым, поступок которого вызвал большой резонанс у общественности. Давайте, наверное, уже начнем. Да, ну не резонанс, я вообще думаю, что, ну, гордость, это вообще... Да, герой, герой просто. Сам расскажи, что вообще произошло. Я ехал с тетей в магазин и увидел пожар. Я поехал на пожар, увидел то, что там уже разбили окошко, подъехал к нему, оставил велик и мне подавали детей через окошко. Ты герой вообще. Сколько детей ты спас? Четыре. Какого возраста были дети? Слишком маленькие. Где-то два года. Получается, ты сначала вынес всех детей, ну, то есть тебе мама передавала детей, ты их всех забрал, и потом мама сама уже вышла. То есть все выжили, все у всех, в принципе, хорошо. Да, хорошо. Замечательно. Так и у тебя не было никакого страха, там, то, что это вот дым и так далее, что ты можешь сам умереть или что-то такое? Ты настоящий герой, это на самом деле поступок настоящего мужчины. Вообще, Луцан, респект и люди, которые неравнодушны, огромное вам уважение. Луцан, ты большой молодец, оставайся дальше таким же мужественным. И сильным, и отважным. Меня зовут Жибер Степан, я ученик 11 класса, ходим в среднюю общеобразовательную школу номер 2. До 2017 года состою в поискоматре Деррис Республики Бурятия. Неоднократно ездил в экспедиции в Монголию, в Калининград. Сейчас, к сожалению, 11 класс, и мне приходится заменять себя более молодым поколением. Дети очень интересуются моей деятельностью, и я буду для них наставником. Но я также буду продолжать служить России. Это было давно. Над землей туманно-безбрежные проплывали и таяли тихо века. И на этой земле синевой небеса сиянной жил на острове Ольхо парень по имени Харидой. Был он хорошим охотником, метким стрелком. И однажды на охоте у берегов священного моря Байкал небесные птицы сели на воду. Сняв свое оперение, обернулись в прекрасных девиц. Стали небесные девы плескаться, резвиться. Охотник от такой красоты чуть не ослеп. Решил он спрятать оперение одной из лебедиц. Небесные девы, наигравшись, насмеявшись, одев оперение, взмахнули в небо. И лишь одна не смогла улететь. Горько заплакала девица и произнесла, Если тот, кто крылья мои взял, с мужьям не годится, Стану я женой примерной. Вышел тут Харидой, крылья белые несет. Протянула девушка руки к крыльям своим, Но Харидой не отдал, за спину спрятал. Так и стала девушка-либедь женой Харидоя. Время шло, и Баргуджин Гуа родила Харидою дочь, Сонцеликую Алангуа. Гордостью Харидой Мургена стали сыновья. Они все как один. Это гордый Галзут, хитроумный Хуасай с Хубдутом, Молчаливый Гучит и сметливый Шарет. Удалой Харгана, Бодангут и Худай с Батанаем, И степенный Саган, и веселый Хальбин. И одиннадцать общим числом сыновей Харидоя Стали славными предками Хорибурят. Ребят, а завершить наше путешествие мы хотим рядом со скульптурным комплексом Харихатан одиннадцатим Хоринским родам. И, Саш, как тебе путешествие? Ой, вообще очень здорово. Я впервые в Хоринске. На самом деле я ожидала чего-то менее масштабного, но путешествие выдалось поистине великим каким-то. Мы где только не были сегодня. Мы и устали, и веселились, и узнали очень много всего интересного. Мне очень понравился Хоринск, знаешь, прямо вот мое сознание прямо в корне поменялось. Да, нас даже несколько раз звали назад. Знаешь, там уже вот прямо очень много разных еще каких-то новшеств открывается в Хоринском районе. И везде нас звали, и везде хочется реально приехать. И нас еще везде хотят приютить, накормить, оставить на ночлег, а мы довольны и рады бы остаться. Ну, это больше Сашу там предлагали на ночлег, но... Вот за гостеприимство прям вообще отдельный респект Хоринский район. И вот самая финальная информация, это замечательная книга про Анинский дацан. Мы хотим вручить ее одному из наших зрителей. Достаточно просто выполнить суперэлементарные условия под постом с нашим видеороликом. Так что давайте действуйте, увидимся в моем серии. Участвуйте, побеждайте, выигрывайте замечательную книгу про Анинский дацан. С вами были Саша и Никита. Путешествуйте с нами, это круто. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова